Мы вообще, если честно, до конца еще не понимали всего того масштаба, который нас ожидал в дальнейшем, что будет. Многие, ну как бы, относились к этому, ну вот там где-то там что-то там попухкает, потом все договорятся между собой. И будет потом продолжаться дальше такая же жизнь, как и была. Ну как бы настолько серьезно к этим словам не отнеслись. Это то же самое, как и я встречаю, когда я приезжаю в города, в которых не настолько было горячо, как Мариуполь, где люди очень расслаблены и до конца не осознают, что было там. И их фантазия, я надеюсь, что они никогда этого не увидят, даже их фантазия не разыгрывается настолько, насколько бывали там определенные ужасные вещи, которые происходили с нами в те моменты, в те самые жаркие дни, как говорится. Вот, мы были дома все, мы начали слышать где-то какие-то там, подалекие-далекие где-то там взрывы. Вот, люди начали как-то оборудовать себе подвалы в домах, в частных, ну в девятиэтажках. Насколько это было эффективно? В некоторых случаях, да, это было эффективно, потому что, ну, самое большое поражающее, так сказать, самое большое поражение, это идет от осколков. От артиллерии, допустим, от ствольной, от разной. И эти подвалы, да, спасали от этого, потому что, ну, они придерживали осколки. Вот, а, конечно же, вот авиаударов, которые были в дальнейшем, ну, эти убежища не спасали, иногда играли еще злую шутку, когда люди оставались под завалами. Я тренером работал. Вот, у нас уже там организовалась такая, как бы, инициативная группа. Началась наша, так сказать, период нашего выживания в этот момент. Сначала, пока работали магазины, конечно, там люди закупали что-то, где-то там ездили заправлялись, потом все там сбрасывались, допустим, бензином, там, вот, там, все, кто на машинах приехали, там, мы ставим такую задачу. Все сливают по 2 литра бензина, от каждого по 2 литра бензина, чтобы у нас мог работать генератор, например, там, или, там, для того, чтобы у нас был запас НЗ бензина, чтобы куда-то можно было поехать. Вот, потому что мы все время надеялись на то, что появятся какие-то зеленые коридоры, о которых нас извещали, пока были возможности, ну, была связь, был свет, что можно было заряжать телефоны. Вот, и приходили сообщения от Кириленко о том, что вот сегодня там у нас зеленый коридор, и вот люди уезжали, допустим, вот, ага, зеленый коридор, все, мы поехали. Они садятся, уезжают, и потом от них ни слуху, ни духу. А потом от нам приходят вести, что, допустим, кто-то вырвался, а от других приходят вести, а от тех расстреляли. Вот, вот, под чей огонь они там попали на тех трассах, и это, я не могу вам сказать, потому что я этого не видел, просто из-за этого. Я вот, я рассказываю то, что я видел своими глазами, исключительно. И мы, людей, как бы это, ну, начало повергать немножко в определенный панический страх, потому что люди начали понимать, что, ну, кольцо боевых действий замыкается. Вот, когда начали привозить первых, так сказать, гостей, мне очень нравится, кстати, слово беженцы, вот, вот, крайне не нравится. Беженцы это обычно в другой, в чужой стране, вот, а все остальные это, наверное, гости, вот, вот, больше так. И нам начали привозить гостей с Сартаны, вот, это, это, сейчас объясню, это сторона, у нас там есть такой Ильичевский, Ильичевский левобережный район, который, основные, ну, как бы, начало боевых действий началось оттуда. Восточный, вот, микрорайон, и оттуда начали, там, полиция нам привозила, военные привозили, потом просто волонтеры привозили людей оттуда, там, с детьми. Со всеми, там, у кого-то там дом развалило, еще, и начали привозить к нам, и по другим еще убежищем, которые были, ну, как бы, были по городу. Вот, потом, когда это все, ну, как бы, начало все сужаться, 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 это кольцо, вот, боевых действий, все больше и больше начало к нам поступать людей. Ну, вот, мы, ну, расселяли по возможности, ну, вот, во всех этих трех, как сейчас это модно называть, шелтерах, вот, ну, убежища давайте называть, потому что шелтер это может быть такое, это в мирном, ну, так сказать, в городе, в котором нету таких ожесточенных боевых действий, а это, ну, у нас были убежища, потому что это были подвалы. Вот, вот, по этим подвалам мы начали расселять людей, вот, и, ну, стараться, вот, то питание, которое у нас поступало, все, мы это питание распределяли на эти три убежища, плюс еще там маленькое, вот, то, за что я сказал, за домом было, там было всего лишь там 30-35 человек, вот, и по возможности иногда приезжали к нам с малокозавода, там тоже было убежище, ну, еще с советских времен там такое, ну, как бы, было, но оно недооборудовано, за ним там, ну, как бы, следили, да, следили уже там в последние дни, но все равно там, допустим, продуктов питания не хватало, мы делили, старались делиться со всеми. Мало того, из домов, которые были вокруг, приходили люди, потому что уже в определенный момент перестало быть возможным где-то купить продукт. Мы организовали такое небольшое место для приготовления пищи из костров, реально вылили деревья, хотя я всю жизнь боролся в своем городе для того, чтобы, ну, как можно больше деревьев сохранить, вот, и сам посадил там несколько тысяч деревьев у себя в городе, в определенный момент нам пришлось их пилить для того, чтобы жечь костры, для того, чтобы с утра у нас, я просыпался где-то в районе шести утра, и будил, ну, и мужики вставали, у нас были там пару таких кашеваров, костровики, кашевары, как мы их называли, это вот Ваня и Вася, я помню хорошо их имена и лица, это мужчины были уже такие за 50, которые в определенный период уже, даже когда минометный огонь шел, они просто присаживались под деревья и продолжали дальше свою работу, вот, но, почему это было необходимо, объясню, потому что у нас было очень много грудников, маленьких детей, которым нужны были смеси, вот, у многих женщин пропало, пропало молоко, когда, допустим, многие мужчины привозили там своих жен, детей к нам, они оставались у себя дома на хозяйстве, так сказать, в определенный момент, когда она ему звонит, или там, когда уже связь пропала, он приезжает, и она говорит, а у нас, говорит, осталось там той смеси на день, ну, допустим, этого мужчину я могу понять, который пошел, открыл аптеку, в которую нету доступа, поначалу даже писали на листике, мы взяли то-то, то-то, вот мой номер телефона, когда вы вернетесь, вот, мы оплатим это, мы оплатим, ну, нет вопросов, ну, а как, оно стоит, ребенок голодный, как, как быть в этой ситуации, вот, как, вот, вот, пускай мне, вот, все там, кто там умничает по этому поводу, пускай мне придет и объяснит, только в глаза мне это скажет, мешок с костями в одном из подвалов, булят собак, поэтому, а то, что я видел, когда в день, в день того, когда мы выезжали из города, я видел, как, допустим, те же бродячие собаки, вот такие вот худые, ели куски трупов, которые валялись вот так вот на земле, на дорогах, которые еще на тот момент не убрали, ну, вот, это то, что я видел своими глазами. Когда в определенный момент у нас даже перестала быть возможность подгонять цистерны с водой, вот, а у нас на, в определенный момент, вот так вот приходилось, вот, если взять, вот, на пятачке, сколько собиралось людей, на вот этом вот, на островке Надежды, со сблизлежащих домов, районов, кто приходил к нам, к этой цистерне за водой и за едой, которую мы тоже раздавали по возможности, ну, это где-то, ну, может, тысяч, ну, это концерт Роллинг Стоунс, это было где-то, ну, тысяч до десяти человек в одном месте, вот, просто представьте себе, вот, вот такая там суматоха, постоянные скандалы, все, а потом в определенный момент, когда началась активная фаза и в центре, и везде-везде ложились мины, ракеты, авиаудары, люди даже перестали приходить за водой, потому что все сели, как говорится, по норам, а несколько тысяч человек хотят пить, и, так сказать, вот было такое, как это я называл, агрессивное меньшинство, оно везде есть, вот, агрессивное, это не от слова агрессия, а от слова, наверное, больше от активности, я имею ввиду, потому что, ну, только, вот, наверное, на их плечах и держалось все обеспечение этого всего, ну, вот, была машина, в которую поднимали, это был ВАЗ, короче, 12, 12-я модель ВАЗа, у него, получается, так открывается багажник, с открытым багажником застовывали цистерну такую небольшую, и ехали на родничок, на родничок приехали, набрали воды, на тот момент уже, короче, никакие валюты не работали, кроме, самая классная валюта, это была вот, сигарет, вот, и там очередь стоит, и вот приезжает человек из убежища, дает мужикам пару пачек сигарет, все, он залетает без очереди, ну, и все знают, что, опять же, это там, где большое скопление людей, на убежище, набирает, 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 хлоп, сел и, фук, поехал туда, сливает эту воду, вот, опять садится, опять едет, где-то там стреляют по нему, где-то там мины рядом ложатся, мини, что не объяснишь, я везу, там, это ей без разницы, вот, да и те, кто там где-то там сидят в каких-то точках, они же не понимают, кто это едет, мало ли, может, диверсант, может, еще кто-то, ну, и там по нему начинает палить, ну, вот, ему умудрялось, он умудрялся так, тем более город он знал хорошо, он местный, вот, как говорится, кузями тропами, опять добирается до этого родничка, и вот, это одна из историй, когда он приезжает, второй раз набирать воду, а уже все лежат там, мина туда прилетела, вот, а колодец туда, ну, как бы, и начинает туда течь кровь, он вот так вот оттягивает человека от этого колодца подальше, чтобы кровь, то не затекла, и погнал по новой, набирает, садится в машину, опять везет эту воду, вот, которую потом, там, уже кипятим, и все остальное, на ней там пищу готовим, и все остальное. Было много сложного, или, допустим, прибегает мужик, у меня дочь, говорит, лежит, вот, там, вот, через дорогу, в частном секторе, ей, говорит, побила ногу, говорит, она вся течет кровью, помогите, пожалуйста, а там минометный огонь идет, везде вот так вот все ложится, помогите, 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 спасите. Мы с пацанами стоим, они, так, все, мы побежали, я говорю, подожди, говорю, сейчас ты побежишь, и мне еще потом придется за тобой бежать, и за ним бежать, потому что там же мины ложатся. А он стоит вот так вот, голову в стенку бьется, помогите, вот так вот, в прямом смысле этого слова. Вот. И ты стоишь, и пацанов не пускаешь в этот момент, потому что ты понимаешь, что они там сейчас все останутся тоже, потому что туда ложиться. И ты, вот они все уходят, а еще пацаны тащились, но уже до того дошло, короче, что когда там артиллерия летала, ну, уже выходишь, просто стоишь, сигарету куришь, и, ну, стоишь, смотришь просто на это все. Это только когда самолет слышишь, ага, там, там все. Там просто, если он прилетел рядышком, то там тебе ничего уже не поможет. Вот. И ты постоял, ага, только пауза, только вот малейшая пауза, побежали. Потому что пошла там, либо перезаряжаются они, либо подвоз этих, идет БП, либо они меняют место дислокации. Вот. И мы туда прибегаем, а она уже под завалами, и она уже синяя, она там за буквально где-то 10 минут, она просто стекла кровью. И мы смотрим на повреждения, и я понимаю, что мы, ну, как бы ей не помогли бы ничем, ну, перетянули бы, а до больницы бы мы ее не дотянули. Но это уже по факту я понял, когда уже увидел ее, эту девочку. А там, будучи, когда он прибежал, и говорит, она еще жива, и мне приходилось принимать решение не пускать этих пацанов туда, за ней. Вот именно в тот момент. Хотя я, ну, как бы, я стараюсь по возможности всем помочь как-то там что-то сделать. Те, кто меня знают, они, ну, знают об этом. Вот. Вот подобного рода решения были крайне сложными. У меня там, ну, была моя школа, я тренировал по смешанным боевым единоборствам. У меня был один из моих самых лучших учеников. Наверное, самый мой лучший ученик, ну, вот. Здесь, когда я работал уже в Мариуполе, его зовут Суренаганжанян. Вот. Мальчику на тот момент было 19 лет. Он был студентом, на стоматолога учился. Мы проехали всю Украину без единого проигрыша, мы знали, как Мариупольские авиалинии. Вот, потому что бой заканчивался крайне быстро. Вот. И такой запоминающийся мальчишка, которому пророчили большое будущее в этом спорте. Он вышел во двор своего дома, и туда прилетела мина. Он на тот момент был там с псом, со своим собакой, и его там же родители похоронили в том дворе. Помимо еще многих других людей, да, я знаю, что они погибли, но... Когда я приблизительно догадываюсь масштабы тех потерь, которые, ну, случились в Мариуполе... Ну, показывали, я смотрел Буча, Ирпень, да, это очень трагично, это очень, как бы, ну, сложно, тяжело. Но, если когда-нибудь мы узнаем хотя бы о 50% потерь, которые случились в Мариуполе... Люди, которые плакали по Буче, у них будут эпи-припадки. Это я говорю сейчас без шуток. Не потому что я с Мариуполь. Сколько людей осталось под завалами в своих подвалах, вот, и как там кричи, не кричи, а помощи никакой не будет, потому что нету никого рядом. Вот. Или, допустим, как разобрать завалы, если нету МЧС, нету бензина, нету техники, она вся сгорела. Сколько людей, простых людей гражданских погибло на улицах города... Я уверен, что это никому не известно. И до точного числа вряд ли мы когда-нибудь дойдем, потому что людей хоронили в братских могилах. Вот человек идет, допустим, через один район, со своего района на другой район за водой. Прилетают мины. И все, он там где-то остался. Оп, люди вышли, увидели своего соседа, его увидели и еще кого-то. Для того, чтобы, когда тепло настанет, чтобы не было, ну, когда трупы начинают разлагаться, трупные яд и все остальное. Они растянули всех и похоронили в той же яме. И уже никто не знает, кто там, что там. Вот. И когда-то, вы знаете, в Мариуполе у нас было одно из самых больших кладбищ в Европе. На самом-то деле, до войны. Да, 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 да. Ну, у нас экология очень замечательная была. Вот. То сейчас Мариуполь – это одно большое кладбище. К сожалению. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот.